Привет, из Майами. Сейчас будем делать обозрение зеркального лабиринта во Фросс Сайенс. Это научный музей, огромный. Но конкретно вот сейчас интересно, как устроить зеркальный лабиринт. Во-первых, хочется отметить, что проходы его гораздо шире, чем в нашей, например, стандартной конструкции, которую делает Sky Production. И такие проходы мы делаем эксклюзивный заказ, в том числе в Ижевске, мы делали в Сочи. И что нравится, это вот такие светящиеся, значит, треугольники. У нас они практически везде металлические, но такие тоже мы делаем. Что нравится сразу, то, что ощущается черена проходов. Но у нас в России мы не можем зачастую так делать, просто это невыгодно делать у курорта, потому что слишком много места занимает теряться здесь, в принципе. Я думаю, что, ну, так же, нет такого ощущения, что можно как бы из-за его объема и масштаба, точнее, треугольника. Нет, все так же. Есть то, что нравится, но тоже спорно. Вот он выше, чем наш стандартный лабиринт, но нет потолка. Соответственно, он проход по пожарке везде. А мы для того, чтобы лабиринт проходил по пожарке, специально делаем потолок, который будет пропускать в воду. Так что хочется определить, что, как и везде, зеркалный лабиринт, везде пользуется успех. Да? Народу нравится. И что вот еще примечательно на то, что в зеркалах появляется изображение. Да, всяческие инсталляции, текста, то есть еще и такой познавательный момент существует именно в этом зеркальном лабиринте. Ну вот и отсутствующий потолок, конечно, так вот легче, чтобы пожарку прошел. Мы специально делаем потолки, которые позволяют пройти пожарные проверки. Здесь мы поступили проще, вообще сделали без потолка конструкцию. Ну, собственно говоря, из-за того, что она просто высокая. В принципе, и нет ощущения, что там нет потолка. Не так часто хочется поднимать голову. Хотя, когда здесь находишься продолжительное время, конечно, вот потолок, осуществление потолка бросается в глаза, и ты можешь более-менее ориентироваться по ее. 7 из 10 по-хорошему оценку из того, что я видел. Поэтому, если нужно вот такое, вот компания скипродакшен обращаетесь и такое сделаем. Но вообще сделаем лучше. Конечно, по сути дела, для России, для наших реалий, такие огромные коридоры, они не нужны. Они не нужны, мы просто много места сведим. Все-таки коммерческая сторона проекта должна быть положительная. Поэтому не советуем. Не советуем. Вот, кстати, пол где-то уже проседает. Поэтому есть моменты претензий к этой конструкции. Ну, а вот, в общем-то, как это все выглядит снаружи. Снаружи особо не заворачивались, просто оставили такие стены. Хотя здесь можно какие-то мониторы повесить, какие-то просто информационные апбонера сделать. Ну, мы идем дальше, смотреть, что происходит в For Science Miami. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!